Доброе утро, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на нашей первой прямой трансляции экспертной сессии Wellness. Я надеюсь, первой, но не последней в этом году. У нас, так как у нас прямая трансляция, я бы хотела напомнить, что у каждого из вас есть уникальная возможность задать свой вопрос в прямом эфире. Поэтому пишите ваши вопросы. На самые интересные и самые распространенные из них мы постараемся ответить сегодня в течение полутора часов нашей трансляции. На все остальные вопросы мы обязательно ответим, разместим их на нашем сайте в разделе экспертная сессия Wellness. Итак, о чем же сегодня мы будем говорить? А мы будем с вами говорить о завтраке, о полезном завтраке. Не секрет, что завтракать нужно. Это говорили нам наши мамы, это говорили нам наши бабушки, что завтракать нужно обязательно почему-то утром, может быть, до школы, до работы. Что завтрак должен быть плотный. Но, к сожалению, часто мы об этом забываем. А уж ответить на вопрос, почему конкретно мы должны завтракать, мы тем более не можем. Поэтому сегодня, для того, чтобы узнать больше о том, почему обязательно нужно завтракать, какой должен быть завтрак, и почему это обязательно нужно делать утром, мы пригласили нашего эксперта. Ведущего научного сотрудника клиники Непитания, кандидата медицинских наук, эксперта Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Ольгу Николаевну Григорян. Ольга Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро. Ольга Николаевна, ну, давайте начнём с самого первого и самого распространённого вопроса. Ну, почему важно завтракать, и почему первый приём пищи должен быть обязательно утром? Первый приём пищи должен действительно быть утром, это следует из названия, потому что завтрак – это начало дня. И вообще, вот моя, например, бабушка, она уже с вечера планировала, что же подать семье на завтрак, на завтра. Это было очень важно, потому что подспудно люди понимали, что как начнёшь день, с такой активностью ты его и проведёшь. И мы немножко недооцениваем, особенно в сегодняшнее такое стрёмное стрессовое время, вот эту пользу завтрака. Дело в том, что наши обменные процессы тоже подчинены часовому режиму. Ночью организм должен спать, ночью основной обмен у нас находится на самом низком уровне, и мы должны его разбудить. Разбудить основной обмен, который начинается у нас активизироваться с 6 часов утра и примерно до 12-13 часов дня, это его пиковая активность, мы должны приёмом пищи. К сожалению, другого метода нет – пробудить свои обменные процессы. Что это такое? Это мы должны каждой клеточке нашего организма дать полезные вещества. И уже наша аудитория грамотная в этом отношении понимает, что еда и питание – это разные вещи. Можно просто поесть чего-нибудь на ходу, можно просто что-то выпить, не понимая, что ты съедаешь или выпиваешь. Или можно всё-таки грамотно подойти к тому, какая польза организму будет от этого приёма пищи. Конечно, мы должны, учитывая то, что мы хотим создать запас энергии на целый день, мы должны обеспечить себя важными нутриентами, пищевыми веществами – это белок, это витамины, это минералы. Это, в первую очередь, пластический материал для каждой клетки. Клетка, впитывая в себя белок, начинает заводить свои обменные процессы. Это гарантия нашего внешнего вида, блеска глаз, настроения, активности, энергии на весь день. И, конечно, пища, которая богата витаминами и минералами, поддержит наши показатели здоровья, в частности. Какое состояние кожи, как у нас ухожены волосы, как у нас выглядят ногти. И вообще впереди ведь сложный день, а, возможно, он будет стрессовый. Эта нагрузка на иммунитет и без белка нам никак не справится. Устойчивость к стрессам – это зависит от того, с чего мы начали день. Я так правильно понимаю, что и вес можно тоже контролировать? Да, это интересная тема, и сейчас очень многие интересуются, сколько они весят, какая у них, в общем-то, возможность изменить свою фигуру, особенно после новогодних праздников. И особенно сейчас еще и сезон довольно нехороший для того, чтобы как-то быстро потерять массу тела, которую мы накопили в зимние дни и вечерами съедая, в общем-то, не то, что нужно, как бы снимая стресс в течение дня едой. Вес нужно снижать, учитывая обязательно роль завтрака, потому что наш организм вне стрессовой ситуации должен получать пищу регулярно. Если мы утром не даем энергию пищи, то это уже мы подвергаем себя определенной нагрузке, и пищевые вещества, которые мы получили накануне, они будут использоваться клетками уже не совсем полноценно. И то, что мы съедим в следующий прием пищи, это будет гораздо больший объем еды, мы не сможем это полноценно использовать, и очень многие вещества будут откладываться про запас. А про запас – это значит увеличивать жировые накопления. Ага, Ольга Николаевна, слушайте, а у нас уже есть первый звонок, вернее, даже первый вопрос, я бы хотела сказать. И этот вопрос от Марины Владимировны Себенковой из города Майкоп. Просто очень интересный. А вот если нарушен режим сна, как завтракать? Например, если я просыпаюсь в 11-12, мне завтракать или уже начинать обедать? Интересный вопрос. К сожалению, очень частый вопрос. Люди поздно ложатся спать, они не учитывают особенности организма, что, в общем-то, мы должны спать, особенно женщины после 30 лет, не менее 7-8 часов в сутки, потому что только тогда можно полноценно отдохнуть. И позднее засыпание врачи не очень любят, потому что, в общем-то, сбиваются все обменные процессы. Учеными мирового уровня доказано, что мы должны заснуть до 12 часов полуночи. И все, что, в общем-то, вы пересиживаете, отодвигая время сна, это очень сказывается и на вашем внешнем виде, и на вашем здоровье, и на вашем обмене веществ. И, естественно, вы прибавляете в весе. И если вы так поздно просыпаетесь, и ничего не можете сделать, то в любом случае вы должны обязательно приготовить для себя легкий, полезный, но в то же время и полноценный завтрак. Это неминуемое правило, это правило диетологии, это правило обменных процессов. Вы должны растопить вот эту метаболическую топку. Это как маленькая лучинка в камине. Тлеет, тлеет, тлеет за счет запаса пищевых веществ, которые вы получили накануне. А чтобы повысить свою активность в клетке, вы должны, в общем-то, еще подпитать ее пищевыми веществами. Это как заправить бензин в машину, в бензобак. Как интересно. Я думала, мы будем больше про завтрак, да? Получается, мы еще и про ужин начинаем говорить, потому что одно с другим связано. Все взаимосвязано, совершенно верно. А вот каким должен быть правильный завтрак? Диетологи считают, что завтрак должен быть полезным, завтрак должен быть полноценным, но в то же время и питательным. И, конечно, мы торопимся с утра, и, конечно, мы считаем, что бутерброд и чашка чая – это тоже завтрак. Но, к сожалению, все-таки мы недополучаем в таком случае белка. Мы недополучаем того пластического материала, который обеспечит наш иммунитет и устойчивость к стрессам, и устойчивость к инфекционным заболеваниям, тем более сейчас, вот в эпидемию гриппа, это тем более важно. Мы должны с утра получить белок, витамины, минералы и сложные углеводы. Потому что в таком сочетании пища будет поступать в клетки равномерно, постепенно, не будет резких колебаний сахара крови. Мы будем подпитывать свой организм полезными веществами на протяжении 3-4 часов, и через 3-4 часа мы должны снова что-то поесть. Это будет называться второй завтрак, как это, например, в санаториях, ну или уже ланч, например, как это на Западе. Все в одно и то же время обязательно получают еду. Это государственная политика, программа, этому учат свое население во всех странах. А этого достаточно? Или есть что-то, что из обычной пищи получить достаточно сложно? Конечно, из пищи получить полезные вещества, это большая биохимическая, или, как мы говорим, метаболическая работа, потому что, во-первых, это время, и пища должна пройти все этапы пищеварения и всосаться, и транспортироваться в клетки. И поэтому завтрак в тот утро, конечно, должен быть легким, чтобы ускорить этот процесс. Поэтому мы очень любим блюда, которые легко перевариваются, которые имеют хорошую биологическую доступность, которые сразу помогают человеку почувствовать себя бодрым и не утомляют. Ведь согласитесь, например, употребив на завтрак пельмени, сосиски, кашу с маслом, с сахаром в большом количестве, несколько, может быть, блюд, мы все-таки иногда чувствуем усталость, и хочется полежать, хочется, в общем-то, еще о чем-то подумать и никак не бежать на работу. Но, к сожалению, в общем-то, жизнь заставляет нас все равно вставать, подниматься, и мы в течение некоторого времени чувствуем себя усталыми, разбитыми, тяжелыми, и приходим на работу, и снова начинаем пить кофе, чай, какие-то энерготоники, себя взбатривать. Поэтому обязательно нужно найти тот вариант завтрака, который не будет вас утомлять. И для этого, в общем-то, есть масса рецептов, и мы рекомендуем, и компания имеет определенные продукты, которые мы можем посоветовать в качестве завтрака. А вот у меня есть такой, знаете, очень распространенный вопрос. У меня нет утром ни аппетита, ни времени, чтобы завтракать, и я, в принципе, предпочитаю лишние 15 минут поспать или, может быть, 15 минут лишних в душе или на макияж потратить время, чем что-то себе готовить. Что-то вы можете мне с этим посоветовать? Однозначно могу сказать и возразить против всех этих позиций. Да, хорошо бы поспать, но можно лично 15 минут раньше спать вечером. Да, макияж – это важно, но макияжем вы не очень долго сможете скрывать свои ранние морщины, усталость кожи, потухшие глаза, плохие зубы, волосы и так далее. Потому что пища настолько долговременный фактор, что вы сразу не свяжетесь, что вы недополучаете полезных веществ в начале дня и своё состояние здоровья, его изменения именно с питанием. И сколько можно, я посвящаю этой теме времени, работая с пациентами, с населением, объясняя, что, в общем-то, питание и здоровье взаимосвязано. И, конечно, замечательный макияж, но я думаю, что лучше прийти без макияжа, что, в принципе, за границей очень распространено. Например, утром, спускаясь в метро в Париже, вы не увидите практически ни одной парижанки в макияже. Этим отличается Россия, когда уже в боевом раскрасе женщина... И в Стокгольме тоже, на самом деле, да. Да, и в Стокгольме. И, в общем-то, люди не тратят на это время. Да, душ замечательна. Гимнастика, хотя бы какая-то такая первая гимнастика, это не спорт, просто для того, чтобы проснулись мышцы, но проснувшись мышцы требуют еды. Мышцы для того, чтобы хорошо имела свою упругость, чтобы хорошо работала, должна получить белок, должна получить витамины и минералы. Это будет только через 15-20 минут после того, как вы проглотите первую порцию еды. Поэтому не экономьте на завтраке. Вы можете раздвинуть время завтрака, вы можете встать, запарить, допустим, овсяные хлопья, положить туда ягоды, пойти в душ. Всё это приготовится, пришли съели, занялись макияжем. Совмещайте все эти процессы утром, и это обязательно скажется в позитивную сторону на вашем здоровье. Очень интересно. На самом деле, очень много вещей я по себе вот заметила. Я... Был время, я не завтракала, честно признаюсь. И утром я себя чувствовала, знаете, как... Ну, говорят, есть такое слово, мегера, да? То есть утро не самое весёлое у меня было. И первое, что я ела, можно сказать, это было кофе с молоком в офисе. Уж совсем не час после просыпания. Это было часа через 2-3. И первая нормальная еда у меня была, на самом деле, в обед. А когда я начала завтракать, завтракать, я в первую очередь заметила, что настроение моё с утра изменилось кардинально. Да, то есть я стала более дружелюбной, я стала общаться с людьми, а не молчать до первой чашки кофе. Да, так что я могу сказать, что, скорее всего, и на настроение привычка завтракать влияет тоже очень серьёзно. Отдозначно. А вот ещё такой, знаете, вопрос. Многие женщины пытаются держать себя в форме, читаю, в ежовых рукавицах. И так как с утра не очень хочется кушать, то стараются именно завтрак пропускать, как бы сокращая рацион, сокращая количество потреблённых калорий. С целью похудения. Да, с целью похудения. Правильно ли они делают? Это очень распространённая ошибка, это заблуждение. И во всех диетологических клиниках завтрак – обязательное мероприятие, потому что это определённый тренинг метаболических процессов. Это, как я сказала, это запуск этих процессов. И, к сожалению, ошибка заключается в том, что, исключая завтрак из своей программы питания в течение дня, вы в следующий приём пищи будете чувствовать себя более голодной и съедите больше. И тем самым, увеличивая калорийность второго и третьего приёма пищи, вы перегружаете свой организм. И не вся энергия используется во благо. Остаётся та остаточная энергия, калорийность, которая будет превращаться в запасы. Организм, подвергаясь стрессу, не получив еды после пробуждения, а он, в общем, проснулся и понимает, что нужно выполнять какую-то работу, а топки-то для этого нет, он что-то отложит про запас. Поэтому вот эти ошибочные действия, конечно, нужно сначала понять, а потом сделать правильные выводы и перестроить свой режим питания, и сделать для себя удобный завтрак. Не надо есть с утра жареные котлеты, тратить на это время. Не нужно есть супы, хотя есть любители, и мы, в общем-то, не возражаем, если человек с утра ест овощной суп, омлет, вообще любимое блюдо его соответствует всем канонам, как бы диетологии, и не будет способствовать набору веса. Если нужны какие-то более конкретные, индивидуальные рекомендации, для этого есть специальные врачи, и, в общем-то, всё публикуется и объясняется. Ну, пожалуйста, завтракайте. Те, кто хочет иметь красивую фигуру, завтракайте. А вот насчёт ужина можно уже тогда поговорить. Есть же ведь знаменитая пословица «Завтракай сам, Петра, сделись с другом, а ужин отдай врагу». Этой пословице уже более двух веков, и, в общем-то, она по сей день актуальна. У меня, знаете, какой вопрос про детей. Я точно знаю, у меня вот двое детей, да, я точно знаю, что их кормят завтраком в школе. Но, к сожалению, я немножко скептически к этому отношусь, и я не думаю, что завтрак в школе достаточно полноценный. Я совершенно не уверена, что они едят его там, да, то есть они могут пробежать мимо там и так далее. Есть ли что-то, что вы мне можете посоветовать, как с детьми приучить их завтраку, или какой завтрак им делать? Да, это тоже проблема. Это проблема и школьников, это проблема детсадовских детей, это, конечно, и студентов, потому что, ну, молодежь, она живет в другом режиме, не успевает, не хочет, настроение с утра неважное, не хочется просыпаться, а мама тут будет, надо идти в школу. И, конечно, школьные завтраки сейчас стали лучше, и в этом плане работает наш федеральный центр, институт питания, и помогает составить правильные рационы, но дети все равно получат этот завтрак позже. Даже если он будет идеальный, там будет, допустим, зерновая каша, яблоко и несладкий чай, что мы, в общем-то, приветствуем, то это будет уже в 11, будет уже как бы второй завтрак, это будет ланч. Поэтому с утра, пожалуйста, помогите своему ребенку, организуйте его так, чтобы он смог получить полноценное блюдо, блюдо, пусть это будет в половинчатом размере, но обязательно пойдет в детский сад, в школу, в институт или уже на работу у молодого человека, позавтракав. И начните с себя, подавайте пример, потому что, в общем-то, все эти привычки, поведенческие привычки в отношении питания, они произрастают из семьи. Как к этому относятся мама и бабушка, как себя ведет старший брат или сестра, как, в общем-то, какой уклад в семье в отношении завтрака. Это сказывается, дети перенимают нашу манеру питания. И здесь, в пример, я могу привести, как бы, случай из своей жизни. У меня свекровье 93 года, мы очень долго жили вместе, и я совсем молодая, придя в семью, очень удивилась, что в половине восьмого был накрыт прекрасно сервированный стол. Это были крахмальные салфетки, это стояли подставочки для яйца, это были булочки из зернового хлеба, это был пример, поведенческий пример отношения к здоровью. И когда я, в общем-то, возражала, я говорила, что у меня нет времени, я опаздываю в институт, меня останавливали и говорили, сначала поешь, потом пойдешь работать. И вот это мы, конечно, должны прививать в своих семьях и учить, и подавать пример своим детям. Прекрасный пример. У нас есть видео-вопрос, видео-звонок. Давайте, если мы можем подключиться в данный момент, давайте послушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, вы нас слышите, все в порядке? Да, я вас слышу, все в порядке. Меня зовут Ольга, я из города Егоревска, директор компании. Очень приятно. Да, и спасибо Ольге Николаевне за эту замечательную встречу, и Юле, вам тоже доброе утро. У меня такой вопрос. Консультанты, часто приходя в мой офис, спрашивают, нужно ли устраивать разгрузочные дни, чтобы похудеть? Если да, то можно ли их устраивать только на нашем коктейле? И какое количество порций в день можно выпивать нашего коктейля? Спасибо. Спасибо большое, Оль. Очень интересно. Да, я планировала, что будут такие вопросы. И, естественно, даже людям, которые не имеют такое заболевание, как ожирение, очень полезно устраивать некоторые разгрузочные дни для того, чтобы организм смог отдохнуть от возможной перегрузки теми продуктами, которые всё-таки мы съедаем, так называемой мусорной еды. Ну, так жизнь складывается, что, в общем-то, от всего отказаться очень сложно. Бывают такие казусы. Поэтому один раз в неделю полезно устраивать разгрузочные дни. Если всё-таки у вас вес большой, то сначала нужно создать себе фоновую по калорийности редуцированную диету, пробыть на ней примерно 10-12-14 лет, после этого включать такие контрастные разгрузочные дни. Что касается коктейля, то это белковый продукт. Мы устраиваем белковые разгрузочные дни. Они могут быть традиционные, мясные, рыбные, творожные, кефирные. Почему бы не обогатить, например, кефирный разгрузочный день хорошим полноценным белком? Польза будет несомненная, потому что именно белок заставляет уходить жиры из подкожно-жировой клетчатки. Именно белок улучшает обменные процессы, уменьшает количество жира. Поэтому до 4 порции коктейля с кефиром, например, или с разбавленным молоком, или с молоком пониженной жирности, совершенно не противопоказаны, если у человека к этим компонентам нет аллергической реакции. Интересно. Вот мы сейчас говорили по поводу пищевых привычек, да? Мы говорили по поводу того, каким должен быть завтрак. Теперь очень важно, ну, как бы дорогу оселит идущий, да? С чего начать? То есть вот я сейчас решила, что я хочу начать завтракать, да? Я убедилась в том, что завтракать полезно. Что мне сделать? Ну, в первую очередь, на самом деле, это решить. Принять решение, это уже половина дела. Потому что, если вы к этому приходите не на эмоциях, а, в общем-то, осознанно, понимая, что вы что-то делаете неправильно, и вследствие этого плохо себя чувствуете. Или наоборот, вы плохо себя чувствуете, и пока не знаете, почему, потому что анализы как бы в норме, никаких особых, слава богу, заболеваний нет, значит, что-то в другом. Значит, возможно, вот в режиме дня мы не успеваем отдохнуть, и мы, естественно, недополучаем пищевых веществ хронически. То есть это долгое, длительное время мы не получаем белка, витаминов, минералов, тех веществ, которые у нас именно обеспечивают, ну, полноценность работы всех наших органов и систем. Поэтому вот эти ошибки мы должны научиться оценить, разобраться в них, и, естественно, уже в дальнейшем принять решение, что мы меняем свое пищевое поведение. И пищу мы воспринимаем как инструмент здоровья, потому что, ну, здоровье, наверное, это самое важное, да? Мы все желаем здоровья по любым поводам, в праздники, в дни рождения. А что это такое здоровье? А это длительное, долгосрочное, регулярное употребление правильных продуктов, полноценных продуктов, как можно меньше вводить жира. Сейчас уже обсуждается на мировом уровне роль соли, и считается соль более вредным фактором для здоровья, даже чем сахар. Поэтому повышать надо свое образование в этом плане, слушать наши передачи, когда мы советы, мы даем правильные советы. И, конечно, понимать, какие продукты полезны, какие продукты не очень полезны. И учить этому своих детей. В холодильнике должны быть базовые wellness-продукты. Эта информация есть в интернете. Эту информацию всегда я даю на своих мастер-классах. Мы должны понимать, что мы едим, и как от этого мы, в общем-то, будем дальше жить, сколько будем жить, и как будем стариться. Красиво мы будем стариться, активно мы будем в пожилом возрасте, или все-таки засядем около дивана в валенках, и ничего не будем хотеть. Поэтому начинать надо сразу с завтрака, с правильного завтрака, с легкого, питательного и полноценного. Честно говоря, мне кажется, многие не верят в то, что многих проблем со здоровьем можно избежать именно коррекции питания. Потому что мы привыкли доверять тому, что есть распространенное мнение, что генетически я склонна к полноте. Генетически я, к сожалению, у всей семьи у нас слабый желудок. Но мы в этом плане генетики, на всех моих лекциях мы это обсуждаем. Генетика есть у нас, и у всех. Это тоже клетки, они тоже должны питаться. Мы тоже должны это учитывать. Хорошо, что генетика выходит сейчас на такой уровень, что мы, в принципе, можем уже сделать свой профиль, генотип свой определить, определить риски в плане развития тех или иных заболеваний. Это очень важно. Но еще тот фенотип, как мы живем, как мы себя ведем, как мы отдыхаем, что мы едим, это самое, вот, это столпы здоровья. Без этого никуда не уйти. И не надо себя обманывать и говорить, что это не имеет значения. Это будет иметь значение, когда вы уже забудете, как вы питались 10-15 лет назад. И если у вас болеет ребенок, посмотрите, что он у вас ел несколько месяцев назад, потому что болезнь формируется медленно. Я не говорю об острых случаях заболевания. У нас и ожирение ведь развивается не за один месяц, правда? И когда начинаешь разговаривать с людьми или там с мамами в отношении веса их детей, говорят, ну, 80 килограмм было, ну, это нормально. Почему нормально 10-летнему ребенку иметь такой вес? Это ненормально. Не знают родители, чем это грозит. Это грозит очень многими серьезными проблемами в будущем. А мы потом уже идем к врачам-эндокринологам, к врачам-гинекологам, лечим сахарный диабет, какие-то заболевания половых органов, заболевания сердца. И когда встречаешь у 10-летнего ребенка гипертоническую болезнь и даже атеросклероз, диву даешься. Как бы не должно быть. Это ненормально. А оказывается, этот ребенок постоянно ест много жира, много сахара, много соли, и мало двигается. Это же семейные пищевые привычки, правильно? Семейный образ жизни. Да, но легче потратиться на лекарства потом, чем думать о том, какие последствия могут быть. У нас есть еще один видеозвонок. Алло, здравствуйте. Доброе утро. Меня зовут Валерия. Я автор бьюти-блога «Скромный бьюти». Очень приятно, Валерия. У меня к Ольге Николаевне такой вопрос. Что делать, если режима питания как такового нет? Вот я, например, молодая мама, у меня маленький ребенок. Как отсутствие режима влияет на усвоение питательных веществ, витаминов? И в этом случае какие могут быть рекомендации по питанию? Уважаемая Валерия, вопрос очень интересный. Замечательно, что у вас есть ребенок. И что значит нет режима? Вы живете по режиму ребенка, верно ведь? Да, конечно. Она часто просыпается, зубы. Верно, верно. Но у вас все-таки есть перерывы между кормлениями. Можно в одной руке держать ребенка или он у вас в колясочке. А вы должны завтракать. Режим питания это не значит в 8 завтракать, в 12 завтракать, в 2 часа обед. Вот так мы не привязываемся четко и по всей территории России, чтобы у всех было в одно время все завтракают. Это только немцы могут там у них в 12 часов в ланч. И что бы ни случилось, хоть атомная война, немцы пойдут завтракать. Приспособьтесь, пожалуйста, но сделайте так, чтобы вы, питаясь сама правильно, вы еще все-таки обеспечивали этими веществами, полезными ребенка, если вы кормите грудью. Если у вас уже ребенок старше, ваши силы, ваше здоровье, в том числе и ваша красота, будет примером ребенку. Все равно можно найти при желании 5 минут на то, чтобы позавтракать и вовремя пообедать. Пусть вам семья помогает. Сделайте какие-то заготовки, когда у вас появляется время. Сделайте фруктовый салат, который может постоять в холодильнике 2-3 часа, с ним ничего не случится. Заправляйте его йогуртом, выпивайте велнес-продукты, пейте обязательно витамины. Все можно сделать, вы прекрасно выглядите, и я думаю, что вы справитесь с этой проблемой. Спасибо. Спасибо, Валерия. Я думаю, что вопросов по поводу того, что нет времени, не хватает, и, в принципе, может быть, иногда знаний не хватает, как скомпоновать продукты. Однозначно, как бы понимание проблемы. Да, я думаю, что у нас, как у компании, есть для них ответ. Да, я, поскольку тоже знакома с продуктами велнес-продукт компании, я считаю, что замечательный есть вариант и завтрака, а, возможно, даже и вечернего перекуса, позднего ужина, и нужно это понимать, что мы получаем хороший продукт. Очень много слышу возражений, что почему нельзя заменить это другими натуральными продуктами. Можно в какой-то степени, но эти продукты вы съедите в большем количестве, во-вторых, вы потратите силы на переваривание этого продукта, и никто не говорит, что мы питаемся только коктейлями, супами и больше ничем. Пожалуйста, вы можете употреблять любые другие продукты, но включение продукта велнес-то, чем мне нравится, как диетологу, тем, что вы получаете разнообразное питание. В коктейле, например, велнес, вы получаете три вида белка. Вы никогда на завтрак не съедите горошек, яйцо, молоко в том количестве по белку, которое вы получите в стакане коктейля. Вы устанете от этого объема, плюс это большая калорийность, плюс это большая нагрузка на желудочно-кишечный тракт. И, конечно, получение утром, например, коктейля, дает вам энергию, дает вам тот пластический материал, который стопроцентно доступен. У нас нет потерь при пищеварении. Организм сразу и быстрее получает эти необходимые вещества. И вы, конечно, можете возразить, что я не наедаюсь, например, употребляя коктейль. Конечно, вы, во-первых, выпиваете быстро. Я бы советовала употреблять коктейль, но не залпом. Нужно глоточками с перерывом и подключать, например, фруктовый салат. Или вы можете съесть еще дополнительно, допустим, омлет. Вы можете съесть авокадо. Вы сможете съесть те любимые овощи и фрукты, которые вы в течение дня употребляете. Передвиньте их на утро. Вы можете съесть зерновой хлеб, вы можете съесть какие-либо зерновые хлопья, заправив их. Или коктейлем тем же, добавив в коктейль эти зерновые хлопья. Или получив их в виде каши. И тогда вот это постепенное всасывание полезных веществ вам даст не очень высокие скачки гликемического индекса. Вы не будете очень быстро усваивать эти пищевые вещества. Естественно, не будет перепадов уровня глюкозы в крови. Вы не будете чувствовать сильного чувства голода к следующему приему пищи. Я правильно понимаю, для того, чтобы начать правильно завтракать, можно начать с коктейлей и пэка. И со своего любимого блюда. Да, обязательно нужно еще объем. Потому что... Но это тем уже, кто успевает. Если человек не успевает, и вот мы уже получаем эти вопросы, что у меня мало времени, я хочу больше времени потратить на макияж, пожалуйста, выпейте только коктейль и витамины. И можете добавить еще и чашку кофе для того, чтобы закончить свой утренний ритуал, если это вам так необходимо. Потому что все-таки мы люди склонны к определенному ритуалу в жизни. Кто-то без чашки кофе или без чашки чая не может проснуться. Этому тоже есть объяснение. И, пожалуйста, ради бога, делайте это. Коктейль и витамины. Что такое ПЭК? ПЭК – это витамины. Витамины нам нужны для очень многих процессов. Минералы нам тоже нужны и для синтеза ферментов, и для обменных процессов в организме, и для выведения лишней жидкости. Это большой очень спектр. Это, опять же, есть в материалах по велнес-продукции на фирме. Ко всему прочему, там небольшое количество калорий. Значит, мы себя не перегрузим калориями, мы не устанем. Но в компании, в пакетике ПЭКа, мы имеем еще две очень интересных вещи. Мы имеем там астаксантин, который нам очень нужен. К антиоксидантам сейчас внимание ученых всего мира приковано, потому что старение, болезни, активность – все связано с тем, как мы питаемся, как мы закисляемся от различных факторов внешней среды. Все время в организме происходят процессы перекисного окисления. Мы должны их погасить, потому что от этого мы стареем. И прием антиоксидантов – это уже мировая практика. Этим занимаются во всех странах. И современный уровень медицины уже, ну, как бы без этого даже и не мыслим. И, конечно, получение омеги, вот этих полиненасыщенных жирных кислот, и именно увеличение квоты омеги-3, которую мы не получим ни с какими растительными маслами, а получим еще только большую калорийность, поскольку масло – довольно калорийный продукт. Омега-3 – это наша память, это концентрация внимания, это запоминание, это понимание проблемы, это рост мозга, это много всего, это мембрана клетки. Поэтому то, что мы получаем с утра такие полезные вещества – витамины, минералы, антиоксиданты. И омегу – это гарантия полноценного дня, это гарантия здоровья, это гарантия красоты. Как только перешли к продуктам, посыпались вопросы прямо один за одним. Очень хорошо. Да, вот Елена Игнатьева спрашивает, коктейль надо принимать только утром или можно в любое время суток? Коктейль можно принимать утром, если вы не успеваете, можно принимать в течение дня. Если нужен мой пример, я его выпиваю в течение дня и вечером. Поэтому здесь уже надо учитывать свои особенности организма. Что такое коктейль? Это же не просто раскручиваемый фирмой бренд. Это замечательный продукт, источник трёх белков. Нам не хватает белка, мы его очень недополучаем. Мировые данные говорят о том, что мы недополучаем до 20% белка, потому что это самый расходуемый материал. Он нужен и для пластики клетки, и для выработки гормонов, и для выработки ферментов, и для работы мозга. Вообще нет ни одной функции в организме, где не нужен белок. Если вы от приёма коктейля и вообще белкового продукта чувствуете себя лучше, чувствуете себя комфортно, вы просто подумайте, как вы себя чувствуете до и после. Если несколько дней понаблюдаете за собой, за своим здоровьем, нет никаких противопоказаний к повторению порции коктейля вечером. Я надеюсь, мы ответили на вопрос Елены. А Марина Мельникова спрашивает, дополнительно можно ли добавлять в коктейль клетчатку или достаточно того количества, которое есть в составе? Да, в составе коктейля есть невсасываемые пищевые волокна, и если этот коктейль правильно приготовить и дать ему немножко постоять, эти волокна набухают, и, естественно, в ответ у вас будет такая реакция организма, как появление сытости. Если вы всё-таки не насыщаетесь приёмом коктейля, и вы больше ничего не хотите съесть, хотя я бы вам рекомендовала, например, с утра съесть ещё какие-то фрукты или фруктовый салат, или, допустим, добавить в коктейль хлопья, пожалуйста, противопоказаний нет. Главное получить ту порцию белка, которую мы рекомендуем, хотя это очень средняя порция. Некоторым нужно больше, но меньше бы я не рекомендовала, потому что мы все, в общем-то, я повторюсь, дефицитные именно по белку. Дорогие друзья, я бы хотела напомнить о том, что у нас с вами прямой эфир, и задавайте, пожалуйста, свои вопросы в прямом эфире, а Ольга Николаевна обязательно на них ответит. У нас есть первый мужчина, задавший вопрос. Это Сергей Арифьев. Замечательно. Не знаю, откуда он, но как бы проснулся наконец-то, видимо, позавтракать успел. Ольга Николаевна, доброе утро. Расскажите о водной нагрузке. Сколько и как нужно пить воды в день? Мы от завтрака переходим уже прямо к целому дню. Да, мы уже к рекомендациям по здоровью. Пить надо обязательно, вода нужна нашему организму. Но не нужно пить слишком много и насильно. Если вы едите не очень соленую пищу, у вас потребность в воде не будет очень большая. Средние нормы, которые дают диетологи, это 30 миллилитров на килограмм массы тела. Поэтому посчитайте, пожалуйста, взвесившись, какая ваша потребность физиологическая, а дальше уже, в общем-то, смотрите по своему настроению и состоянию. Конечно, в жаркое время мы рекомендуем пить чуть больше, но не больше двух литров в сутки, потому что не нужно перегружать свою сердечно-сосудистую систему и зарабатывать уже другие болезни от того, что она будет работать с большой нагрузкой. Я даже знаю, что есть достаточно большое количество всяких программ для телефона или для компьютера, которые позволяют достаточно серьезно следить за тем, сколько воды вы пьете. Вы выпиваете что-то, да, и вносите это количество воды в дневничок, который ведете. В принципе, то же самое касается и питания. Очень правильно, как мне кажется, следить и за количеством того, что вы съели, и за количеством того, что вы выпили. Да, я как раз ждала вопрос, можно ли запивать коктейль водой, можно ли вообще запивать еду в течение приема пищи. Мы это не очень рекомендуем. Не нужно растягивать свой желудок. Еда – это отдельный прием продукта. И вы пейте еду между приемами пищи или за полчаса до еды. А тут есть вопрос от Юлии Пехтеревой, которая очень серьезно интересуется. На самом деле не только Юлии, я много раз слышала. Обычно женщины, большинство женщин интересует как-то худеть. Каждая хочет килограмм, два. Но есть более серьезная, как мне кажется, проблема тех женщин, которые хотят поправиться. Да, и вот Юлия спрашивает, если мне нужно набрать вес, как пить коктейль? Прибавлять вес мы должны, чтобы прибавить массу тела, мы должны учитывать несколько позиций. Во-первых, в принципе, какой колораж рациона ваш? Насколько он сбалансирован по той самой знаменитой формуле, которую я всегда говорю, по соотношению белкам, жирам и углеводам. Вам надо есть еще чаще, вам надо есть меньшими порциями, но до 80 раз в сутки. И, конечно, вводить коктейль можно до 2-3 порций в день, но в сочетании с углеводами и жирами. То есть вы можете, выпивая коктейль, съесть бутерброд с маслом и с сыром, и выпить сладкий чай. И я надеюсь, что у вас будет увеличение массы тела, но не забывайте и про физическую нагрузку, потому что только одним питанием вы добьетесь меньшего результата. Кажется, что физическая нагрузка снижает массу тела. Это не совсем так. Это физическая нагрузка улучшает ваши обменные процессы и улучшает доступность пищевых веществ к каждой клетке, в том числе и мышечной. Поэтому, пожалуйста, вот постарайтесь в течение месяца применить эти правила и в дальнейшем уже, наверное, сможете мне задать вопросы. Спасибо большое. Нина Рябова спрашивает, говорят, что некоторые витамины нужно пить раздельно. Пошли слухи, да? А в Велнессе все вместе. Как же быть? Ну как быть? Принимать все вместе, потому что шведская компания очень современные технологии использует. Этому надо просто верить. Сейчас уже мир ушел от тех сложных технологий, когда выпускались витамины, несовместимые друг с другом и с минералами. Но, в общем-то, медицина развивается, развивается медицинская промышленность, фармацевтическая промышленность. И я вам гарантирую, что это давно проверено. Это имеет высокий знак качества. Витамины и коктейли прошли все стадии проверки, и в том числе имеют знак качества GMP. Если вы в курсе, это самый высокий мировой знак качества продукции. Поэтому не надо сомневаться, что вы что-то недополучаете или что-то у вас не всасывается. Как говорится, бренд компании и сама компания гарантируют, что это полноценный продукт, и он оказывает пользу для здоровья. У меня есть тоже самый распространенный вопрос. Меня очень часто спрашивают, нужно ли курсами пить витамины, и нужно ли делать перерыв между приемом витаминов. Да, это есть такой вопрос, и довольно часто его задают, но витамины по своему названию предполагают, что они жизненно необходимы. Это название, вита, жизнь. И поэтому исходите из того, что я думаю, что в основе вашего вопроса ну, некоторая такая хитрость, как бы вообще, ну, может быть, сэкономить, может быть, не так привязываться к этому продукту. Не думайте, что это специально навязывается вам вот какими-то вредными диетологами для того, чтобы вы вот слушались их. Без витаминов ежедневно вы не сможете выполнять все те задачи, которые ставит перед вами жизнь. Вы же не питаетесь курсами. Курсами пьют антибиотики, определенные другие лекарства, сложные лекарства. Это лечение витамины, это профилактика. И поэтому употребление витаминов должно быть ежедневным, так же, как и употребление белковых продуктов. Пожалуйста, не экономьте на своем здоровье. Через 10-15 лет вы получите уже негативные результаты и будете сожалеть об упущенном времени. Абсолютно с вами согласна. Продолжаем с вопросами. У нас Александра Ефимовна Стусь из Таганрога Ростовской области задает такой вопрос. Играет ли роль в рационе правильного питания возраст? Что вы посоветуете людям старше 55 лет? Старше 55 лет жизнь только начинается. И самое интересное, потому что вы вырастили детей, вы вырастили внуков, вы свободны, вы уже достигли определенных результатов в профессии, вы настоящий специалист. Поэтому тем более надо следить за своим питанием, потому что это гарантия вашего качественного старения. Вы будете красиво стариться. К сожалению, мы от этого никто не застрахованы. В общем-то, жизнь, конечно, так устроена наша биология. Но что мы будем делать в возрасте после 55, 60, 70 лет? Мы будем путешествовать по миру, мы будем заниматься дайвингом, мы будем прыгать с парашютом, или мы будем сидеть только у телевизора. Хорошо, если будете слушать наши программы и как-то менять что-то в своей жизни. Это все зависит от питания. Обязательно занимайтесь своим рационом питания. Питайтесь дробно, получайте хорошие, доступные, легкоусвояемые продукты. И вы будете себя чувствовать уже где-то через несколько месяцев совсем по-другому. И в зеркало вы увидите другого человека. Очень хороший совет. Меня всегда волновало и продолжает волновать тема на самом деле качественного старения. Потому что всем известно, что как только мы рождаемся, мы сразу начинаем стареть. Начинаем умирать. Но чтобы сделать это красиво и здорово, у нас есть еще один видеозвонок. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, дорогие коллеги. Добрый день, Ольга Владимировна. Ольга Николаевна. Здравствуйте. Спасибо огромное за эфир, за такое количество информации. Меня зовут Инна Гусь, сотрудник компании, но ответ был от лидеров. Вопрос такой, вернее, вопрос такой. Как правильно выстроить свой дневной рацион питания при утренних тренировках? И можно ли тренироваться на голодный желудок? Спасибо, Инна, большое. Ольга Николаевна. Спасибо за вопрос. Что такое тренировка утренняя? Она спортивная или это гигиеническая тренировка, которой вы поддерживаете свое здоровье? Естественно, во время тренировки вам потребуется энергия. Естественно, у вас будут работать мышцы. Из каких запасов эти мышцы будут получать пищевые вещества питания? Если вы не поедите, мышцы будут работать не так активно. Сделайте свой завтрак за час до тренировки, чтобы он смог усвоиться, и идите замечательно, занимайтесь тренировкой. Коктейль, фруктовый салат это то, что вам нужно. И, конечно, пэк. А потом, через часа полтора, у вас будет второй завтрак. Вы съедите что-нибудь еще тоже очень полезное из продукта wellness, и будет замечательный результат и для красоты, и для здоровья. Спасибо большое. Спасибо, Ин. Для меня тоже очень важно, потому что я стараюсь по утрам бегать прям совсем с утра. У меня редко получается сделать это через час после того, как я проснулась. Ну и вот если вы побежите, не выпив коктейли, или что-то нечто. Я не могу бежать, если я не выпью коктейли, потому что на голодный желудок заниматься очень-очень сложно. Нет, правда? Вы не разбудили себя, вы не разбудили мышцы, вы не разбудили никакие клетки. Как же вы? За счет чего они будут у вас работать, чтобы вы бежали? Это серьезная работа. Я еще хорошо знаю, что после активной нагрузки мне обязательно нужно тоже выпить коктейль. Прямо организм уже просит. Вот тут, наверное, пищевые привычки уже вырабатываются. То есть у меня наградой за то, что я такая была молодец, у меня наградой вкусный коктейль. Продолжаем с вопросами. Ирина Шишкина спрашивает. Вопрос по белку. Какое правильное соотношение растительного и животного белка? Читаем этикетку коктейля. Это идеальное соотношение два к одному. Две части животного и одна часть растительного. Это законы диетологии. Так строятся все диеты в институте питания. Во всех ведущих клиниках мы составляем рационы из расчета именно два к одному. Две части животного белка и 30% рациона по белку. Это за счет растительного белка. Причем нужно учесть, что получая коктейль, вы уменьшаете количество еды в принципе. И обеспечить себя с помощью коктейля вот таким количеством белка, уменьшая объем пищи, вы, в общем-то, профилактируете ожирение. Для того, чтобы, например, получить то количество железа, которое вы получаете в пэке, вы должны съесть там 250-300 граммов кураги. Допустим, для того, чтобы получить фолиевой кислоты, ту норму, которая нам нужна, вы должны съесть полкилограмма капусты. Но вот можно ли с утра съесть полкилограмма капусты? Я, например, не смогу. Поэтому вы, в общем-то, уменьшаете нагрузку на свои зубы, на свой желудок, на объем пищи, получая все в этом маленьком пакетике, где еще есть еще и астаксантин, и еще есть и омега. Отлично. Давайте тогда подытожим, Николай. Значит, мы про здоровый завтрак. Здоровый завтрак у нас, это, во-первых, необходимый заряд энергии. Так. Что мы про него можем сказать, про заряд энергии? Что, во-первых, это достаточно добавить рацион коктейль и пэк, и мы получаем полноценный завтрак. И мы получаем энергию для того, чтобы начать жить, начать проводить день активно. Да, совершенно верно. Но, во-вторых, это полезно. Полезно, потому что, опять же, исходя из первого постулата, мы обеспечиваем себя необходимыми веществами, в первую очередь белком, в правильном соотношении. В правильном соотношении два к одному животного и растительного. Мы получаем сразу три белка. Мы не просто съели творог или съели яйцо, где один вид белка. Да, мы получили три вида белка, которые стопроцентно биодоступны. Мы их сразу получаем. Поддерживая себя еще витаминами и минералами, мы включаем активность клетки всех ферментных систем, всех гормональных систем. И, ко всему прочему, мы даем питание пролонгированное. Мы не будем так голодны к следующему приему пищи. У нас не будет перепадов сахара. И мы, в общем-то, сведем калории до минимально необходимой нормы. Вот это вот основное. Отсюда уже и контроль веса, и всех параметров здоровья. И, в общем-то, это питательно и вкусно, я бы хотела сказать. Мне кажется, вкусно. Поэтому, если кому-то невкусно, поработайте с базой. Если невкусно на воде, как рекомендовал, например, Стикстен, и как он это придумал, но там особая категория больных пациентов, людей, которые прикованы к постели. У нас, в общем-то, активные люди. Пожалуйста, меняйте базу. Это разрешается, это согласовано с Стикстеном. Очень вкусно на половинчато разбавленном молоке. Очень вкусно на обезжиренном кефире, потому что получается кисло-сладкий вкус. Очень вкусно на холодном кофе капучино. Вы можете добавить любые специи. Вы можете добавить корицу, вы можете добавить цедру, вы можете добавить еще какие-то важные для вас вещества, вплоть до имбиря или еще что-то. Меняйте вкус и получайте удовольствие. Как интересно, знаете, мой самый любимый рецепт, я делаю себе коктейль на кефире. Кефира не бывает совсем ноль, мне кажется. Я на 1% делаю кефире, добавляю туда ягодки, когда сезон живые, когда не сезон мороженые. Естественно, коктейль. И если я не нахожусь в стадии активного похудения, то я добавляю банан. Кусочек банана, не целый банан. А если нет, то, значит, тогда хлопушки, овсяные хлопья добавляю. И все это в блендере смешиваю. И с удовольствием... Согласитесь, сейчас ведь даже пошел бренд смузи. Многие очень делают на йогурт и фрукты, взбивают в блендере туда любые ягоды, и даже овощи добавляют. И почему бы в эту смесь не добавить еще и порцию белка из коктейля? Вы получаете более полноценное блюдо, не только обогащенное волокнами и некоторыми витаминами, а вы получаете еще и хороший белок, добавляя пэк, вы делаете полноценный себе вкусный, сытный завтрак. И выпив, допустим, не 150, а 250 граммов порции, увеличится уже за счет добавки фруктов или даже овощей. Вы почувствуете насыщение. И будет легко, и не голодные, и силы появятся. Ну, замечательно. И глаза будут блестеть, и день пойдет у вас замечательно. Я на самом деле фанат нашего завтрака, по-хорошему, потому что я не отношусь к людям, которые хотят подольше поспать, но и сильно организованно я себя тоже назвать не могу, поэтому время всегда впритык. И то, что я за три минуты могу сделать завтрак, не только себе, но и всей моей семье, да. И каждый день у меня этот завтрак разный. От ягод, которые я использую, там, зависит цвет. Моя подруга просоветовала мне шпинат добавлять. То есть я иногда меняю ягоды на свежий шпинат. Совершенно верно. Я как раз хотела сделать на этом акцент. Радуйте себя разными цветами. Особенно сейчас еще такое время, когда не всегда у нас солнце рано встает, и нам еще утром как-то немножко грустно смотреть в темно-серое окно. Пусть будет это красный коктейль иметь, или вот смузи с коктейлем иметь цвет. Сегодня, допустим, добавьте облепиху, это будет желтый. Завтра добавьте шпинат, будет зеленый. Добавьте ананас, будет другой вкус. Ну, в общем-то, у вас есть, по-моему, книга коктейлей, различных рецептов. Если уж совсем не насыщаетесь, пожалуйста, сделайте себе кашу, добавьте туда коктейли, вы обогатите кашу белком, и будет это полноценно. И давайте этот продукт вашим родителям, бабушкам, для того, чтобы, в общем-то, у них были силы, и они смогли это усвоить, и, в общем-то, иметь силы для того, чтобы жить и заниматься довольно активно своими внуками, ходить в театр, в кино, путешествовать и так далее. Ну, а бабушки у нас тяжелая категория, потому что, как бы, для того, чтобы объяснить им, зачем это надо, да, мне кажется... Это только личный пример и любовь достучаться до ближнего. Это вообще очень всегда сложно. К сожалению, они как раз у нас воспитаны на том, что, ну уж, что происходит, то и происходит. Ну, значит, лекарства надо покупать, да, и заболело. Вопросы продолжают. Поступать Ирина Суворова спрашивает. Ольга Николаевна, как вы относитесь к вегетарианству? Вегетарианство существует во всем мире, и, как бы, мы принимаем этот тип питания. Но вы должны понимать, что животный белок нам нужен. И если это чистое вегетарианство, типа веганство, то, в общем-то, это довольно неполноценное питание. И, пожалуйста, не вовлекайте туда детей, потому что детям надо расти, детям нужно формироваться в направлении, там, женщины-мужчины, то есть синтезировать половые гормоны, развивать свой мозг, чтобы нервная система была в порядке. Поэтому у взрослого человека это уже его осознанный выбор. Мы считаем, что неполноценное питание обязательно скажется, пусть через 10, 15, 20 лет, но на здоровье это обязательно отразится. Поэтому все-таки оценивайте риски так пролонгированно, не сиюминутно, что вы хорошо себя чувствуете, и у вас все в порядке. Вы съедаете свой золотой запас по животному белку? Да, это, конечно, любое отклонение, на самом деле, должно быть сначала все-таки обсуждено со своим врачом, скорее всего. Вегетарианство может быть как эпизод в жизни, как, знаете, крен, как в ту или иную сторону мы разрешаем зигзаги в питании. Попробовал, но дальше посмотрите, оцените, сделайте анализы, как вы обеспечены белком, какой уровень у вас риска для здоровья, который скажется там спустя несколько лет. Ну, это как все модные диеты. Есть углеводная диета, есть белковая диета, есть... Ну, жировой еще нет, но скоро, наверное, придумают. Была, да, жировая? Была жировая диета, мантиньяка, который, кстати, сам умер от ожирения. Это все бренды автора, которые себя лоббируют, популяризируют, в общем-то, это бизнес. И, скорее всего, это больше калечить, чем лечить. Это не здоровье, это бизнес, поэтому, пожалуйста, относитесь ко всему трезво. И у нас есть самый распространенный вопрос, прямо самый-самый распространенный вопрос. Вот Наталья Галиевна спрашивает из города Сарапул. Интересный город, такой я не знала. Да, честно говоря, я тоже не знала, но теперь буду знать. Какой любимый завтрак у Ольги Николаевны Григориевны? Типичный вопрос. Честно вам сказать? Или как? Ну, у нас тут вообще... Программа у нас честная. Утро я начинаю с чашки кофе с молоком. Это если честно. Потом у нас начинаются какие-то процедуры. Макияжем с утра я не занимаюсь. Я иду на работу. И вот на работе в 9 часов у меня прием коктейля и ПЭКа. Потом я иду на обход, смотрю своих пациентов. Ну и дальше по полной программе каждые 3 часа я что-нибудь съедаю. У меня, как вы знаете, частые перелеты, частые встречи с вами, работа с пациентами, работа на телевидении. Естественно, смена часовых поясов, ритм жизни, возраст. Все это, в общем-то, требует дополнительной подпитки правильными продуктами. Поэтому я употребляю коктейль 2, иногда 3 раза в день. Я в большем количестве употребляю ПЭК, особенно астаксантин. Возможно, все вот это мои секреты позволяют мне все-таки и дальше работать, общаться с вами и давать советы, которые выстраданы, которые наработаны лично мной в контакте вместе с вами, получая вопросы, заставляя себя подумать на эту тему. И я желаю вам здоровья, красоты, долголетия, красивой старости, не побоюсь этого сказать. Большое спасибо, Оля Николаевна. На самом деле, вы для меня самый яркий пример того, как можно и нужно выглядеть и как бы к чему стремиться. Спасибо большое за этот час. Дорогие друзья, на этом наша встреча, экспертная сессия подходит к концу. Я бы хотела вам напомнить, что вы до сих пор можете присылать свои вопросы, мы обязательно на них ответим уже оффлайн теперь. И не забудьте подписаться на наш канал Арифлейм в Ютьюбе. До новых встреч. Увидимся на наших следующих эфирах. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok